Здравствуйте! В эфире медиакомпания 39 канал. Городские подробности. Программа для тех, кто желает быть в курсе местной жизни. Сегодня вы узнаете в нашей программе. Почему закрыли зоопарк мир животных, а БК-акции День Черного моря, а пассажиры потоки и не только. В Анапе суд закрыл контактный зоопарк мир животных. Азова-Черноморская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку в зоопарке мир животных, который находится на улице Горького на территории парка 30-летия Победы. Во время проверки прокуратура установила, что оказывается зоопарк работает без соответствующей лицензии. На основании этого прокуратура направила в суд иск с требованием запретить работу зоопарка. Сегодня отмечается День образования службы криминалистики. Служба следователей криминалистов является одним из основных подразделений Следственного комитета России в борьбе с преступностью. Сегодня ей исполняется 69 лет. Становление службы криминалистики началось в 1954 году, когда прокуратурой была утверждена инструкция о работе прокурора-криминалиста. Спустя несколько десятилетий в связи с образованием Следственного комитета Российской Федерации и выделением следствия из органов прокуратуры, обязанности прокуроров-криминалистов приняли на себя следователи-криминалисты. Роль этой службы в раскрытии и расследовании преступлений в условиях существующей криминогенной обстановки неоценима. Ежегодно следователями-криминалистами Следственного управления по городокурорту Анапа осуществляются десятки служебных выездов на места происшествий. С их участием раскрываются наиболее сложные и резонансные преступления, в том числе совершенные в условиях неочевидности. Это команда профессионалов, которые в любое время дня и ночи, в выходные и праздничные дни готовы выехать на место происшествия и оказать помощь в раскрытии самых запутанных и неочевидных преступлений. Поздравляем следователей-криминалистов с профессиональным праздником. В Анапе ведется масштабная очистка ливнеприемных колодцев. Сейчас работы идут на улице Астраханской. Задействована современная специальная техника. Каналопромывочный комплекс применяет метод гидродинамической очистки. Один шланг отбивает грязь, другой ее собирает. Это более эффективная практика, чем механическая очистка. Исполняющий обязанности начальника управления ЖКХ отметил, что городские службы на регулярной основе ведут очистку колодцев. Требуется постоянная уборка от ила и листвы. Сейчас эти работы усилены в связи с погодными условиями. Работы по очистке ведутся согласно сформированной дорожной карте и установленной схеме. В Анапе пройдет экоакция «День Черного моря». Вице-мэр Игорь Викулов провел рабочее совещание с участием директора фонда «Экология», на котором обсуждались вопросы сохранения окружающей среды и формирования у молодежи бережного отношения к природе. Также был намечен план сотрудничества с фондом. Ближайшие совместные мероприятия по сбору пластика и иного мусора, которое будет приурочено ко Дню Черного моря, состоится 31 октября на пляже в районе улицы «40 лет победы». В дальнейшем сотрудники фонда намерены посетить Анапу с просветительской программой о важности раздельного сбора отходов и других составляющих экологической культуры. Во вторник, 24 октября, в Доме культуры поселка Виноградный состоится прием граждан выездным консультационным центром, где жители округа могут получить консультации специалистов мэрии, а также Управление социального фонда Управления социальной защиты, Газпром, газораспределение Краснодар, Россети, Анапа-Водоканал, Центра занятости населения, Экотехпром и других. Прием будет проходить с 15 до 17 часов, а вот следующий прием пройдет 7 ноября в станице Гостогаевской. В Анапе завершается капитальный ремонт многоэтажек. Один из главных вопросов сегодняшнего оперштаба стал вопрос контроля за ходом капитального ремонта многоквартирных домов города-курорта. На данный момент из 33 многоэтажек, участвующих в программе 2023 года, на 27 до максимум работы выполнены в полном объеме. По остальным работы завершаются. В основном проводился ремонт фасадов, а также замена лифтов внутри домовых сетей. Капитальный ремонт ведется в графике и находится на контроле мэрии и прокуратуры. А вот сумма выделенных средств составила 240 миллионов рублей. Железнодорожный вокзал курорта обслужил 1 миллион 400 тысяч пассажиров. В январе и сентябре 2023 года с крупнейших вокзалов северо-кавказской железной дороги в пригородном и дальнем сообщении отправлено 32 миллиона 300 тысяч пассажиров. Наибольшая нагрузка пришлась на вокзальные комплексы курортных зон Черноморского побережья. Лидером по количеству пассажиров стал вокзал Адлера, который обслужил порядка 6 миллионов человек. Второе место у вокзала Сочи. Это практически 3 миллиона 600 тысяч человек. И третье место занял вокзал Ростов-Главный. На вокзале Краснодар-1 обслужили 3 миллиона 100 тысяч человек. В Анапе 1 миллион 400 тысяч человек. В списке лидеров также вошли вокзалы Лазаревского, Туапсе, Розы, Хутор, Новороссийска, Олимпийского парка, аэропорта Сочи и Лоу. Экологи объяснили осеннее нашествие клопов, которые массово забираются в дома кубанцев. В Центре озеленения и экологии подтвердили, что подобное нашествие жуков-вонючек происходит только последние несколько лет. Насекомые безопасны для человека. Они не кусаются, не выделяют яд, не пьют кровь, не размножаются в домах. С наступлением холодов клопы перебираются из лесов в населенные пункты, чтобы перезимовать в теплых домах и в квартирах, сообщили сотрудники Центра. Оказывается, эти клопы прибыли к нам из Азии. Их так много, потому что здесь просто нет естественных врагов. Благодаря отпугивающему запаху их почти никто не съест. Далее прогноз погоды. В пятницу, 20 октября, ожидается переменная облачность. Температура воздуха днем плюс 19 градусов, влажность воздуха 66%, а вот ветер подует северо-западный. Со скоростью до 6 метров в секунду температура воздуха ночью плюс 9 градусов. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Все новости и передачи 39 канала вы можете найти на сайте anapanews.com. Новости, актуальная информация, события и факты – все это на сайте anapanews.com. А я прощаюсь с вами и желаю вам хорошего настроения.